Добрый вечер, друзья. Первый канал предлагает вашему вниманию, может быть, самый интересный бой на мировом ринге в нынешнем году. Сергей Ковалев, чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации против легенды мирового бокса Бернарда Хопкинса. Это боя ждали долго, и многие опасались, что он вообще не состоится. Надо отдать должное Хопкинсу, который не испугался Крашера. Это кличка Сергея Ковалева, разрушитель, который уже создал себе такую грозную репутацию, что от него, в общем, стали бегать знаменитости его весовой категории. Разговоров было много, тем не менее, кончилось это вот тем, что мы сегодня с вами увидим. Сергей не проиграл ни одного боя. У него сейчас нам его всю статистику покажут. Почти каждый бой заканчивался нокаутом. Их было бы еще больше, конечно, если бы не одна, так сказать, история такая странная, когда противник повернулся к нему спиной. И Сергей не смог остановить свой удар, который пришелся по затылку и поставил противника на четвереньки. Что и привело к так называемой технической ничье. Ну вот, а этот инопланетянин и есть великий и ужасный Бернард Хопкинс. Чем он велик, могу сказать только одно. Этот человек 26 лет на ринге. То есть Сергей еще, по-моему, пешком ходил под стол, когда Бернард Хопкинс уже буйствовал на мировом ринге. Кого только он не побеждал за свою карьеру. Таких великих бойцов не отправлял на пол, в отставку, в небытие. Из шести проигранных боев за эти годы, можете себе представить, проиграл только шесть. Реальных поражений у него было только два. Остальные были споры. Хопкинс легенд. Чем бы ни закончился сегодняшний бой, его имя в истории бокса останется. Ну и надо, конечно, сказать, что это так называемый Unified Box. Матч это объединительный бой. Итак, дорогие друзья, бой за звание объединенного чемпиона мира в полутяжелом весе. В общем, вес у ребят под 80 килограммов. Бой, которого мы так долго ждали, сказал Майкл Батт. Раньше Хопкинс носил кличку Палач, сейчас он инопланетянин. Вся эта показуха, конечно, я не знаю, может быть, она доставляет удовольствие только самому Хопкинсу. Потому что сейчас, когда Хопкинсу хочу отметить почти 50 лет, через несколько месяцев ему исполнилось 50 лет. Такие забавы, конечно, выглядят нелепо. Ну, если ему нравится, почему нет? Ну, сколько раз мы уже слышали этот клич Майкла Баффера. И действительно, все ожидают этот самый рэмбл, схватку. 31 год Сергею. Он из Челябинска. Мы, в общем, знаем его хорошо. Выиграл 25 боев. 23 победы одержал нокаутом. Та самая, в принципе, забавная техническая ничья и ноль поражений. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации. Сергей Разрушитель Говалев. 49 лет. 55 побед, 6 поражений, 2 ничьих, 32 победы нокаутом. Четырёхкратный чемпион мира. Чемпион мира по двум версиям сразу. В IBF и Всемирной боксерской ассоциации. Бернард Хоппинс. Да, кто только не собирался отправить его в отставку. Я имею в виду его противника. Пока это никому не удавалось. Удастся ли Сергею? Тем не менее, должен вам сказать, друзья, что у букмекеров Сергей фаворит. Потому что все знают, насколько тяжелы, насколько жесткие удары у этого бойца из России. И выдержать их пока еще никому не удавалось. Но и Сергей еще не встречался с такими противниками, как Бернард Хоппинс. С его колоссальным опытом, знанием всяких трюков, в том числе и грязных, умением находить слабые места у любого противника. Вопрос тактики. Многие гадают, какова будет тактика. Некоторые считают, что Сергей должен пустить в ход сразу же свою ударную мощь. Использовать по максимуму все, что он умеет, не дать Хоппинсу собраться. Потому что играть с ним в ринге бесполезно. Он обманет. Как обманывал уже и Оскара Делахоева, и Феликса Тринидада, и великих многих других бойцов. И единственный, кто всерьез не поддался на эти обманы, был упорный британец Джо Гальза, которому Хоппинс проиграл. Первый раунд. Хоппинсу очень важно перевести бой в спокойное русло. Там он может себя чувствовать очень комфортно. Кроме того, Сергею надо остерегаться контрударов Хоппинса. Он бьет как бы легко, как кошка лапой, но очень вовремя, всегда и точно. И вот предположение о том, что будет бурный старт со стороны Сергея не оправдались. Он действует пока что мягко, подкрадывается. Ну, Хоппинс все читает, конечно, его очень трудно обмануть. А что касается грязных трюков, то должен вам сказать, что самый большой профессионал в этом аспекте – это Бернард Хоппинс на мировом ринге. Удар, клинч, возня, незаметные удары в запрещенные места. Все это он может делать, когда дело запахнет, как говорится, неприятностями. В углу у Сергея Ковалева Джон Дэвид Джексон. Человек, которого Хоппинс нокаутировал 17 лет назад. Можете себе представить. Вот так-так. Это было красиво, ничего не скажешь. Недаром гласит американская поговорка, что панчер всегда имеет шанс. Сергей взвинтил темп. Бернардо уже показалось, что бой будет идти в таком спокойном темпе. Вот, когда я сказал, что в углу у Ковалева Джон Дэвид Джексон, который встречался с Хоппинсом на ринге. Это было, правда, очень давно. В те времена, когда мировой бокс вообще блистал многими талантами. И Хоппинс был молод и амбициозен. Но я думаю, дело в том, что Джексон знает, на какие трюки способен Хоппинс. И уж наверняка Сергей предупредил, подготовил. Вот, друзья, это был классический контрудар. Оттянулся коротко назад Сергей и врезал справа. А вот и Дэвид Джексон. Он доволен. Многие говорили, что тактика Хоппинса будет состоять в том, чтобы затянуть бой в поздние раунды. Потому что Сергей довольно часто заканчивал бои досрочно. Ему якобы не вытянуть с таким опытным бойцом. 12 раундов он должен устать. А установка штаба Хоппинса. Измотать противника. А измотать вот так, как мы сейчас видели. Хоппинс, конечно, невероятный изворот. Конечно, фантастический боец Хоппинс. Вы посмотрите, человеку 50 лет. В какой он великолепной форме. Все это от того, что Хоппинс придерживается просто железной дисциплины, самодисциплины высочайшей. Он никогда не выходит из формы, даже если у него нет боев на подходе. Он ведет очень, что называется, правильный образ жизни. Очень здоровый. Не позволяет себе никаких излишеств. Ну, и надо сказать еще одну вещь. Несмотря на все свои достижения, на свое боксерское долголетие, Хоппинс никогда не был боксером, который вызывал бы такую, что называется, бурную любовь и обожение. Он слишком рационален, слишком расчетлив. Он делает всегда от и до. Столько, сколько надо, ничуть не больше, ничуть не раньше, ничуть не позже. И поэтому бои с его участием никогда не выглядели драматичными. Да, вскрыть эту оборону очень сложно. Хоппинс понял, что шутки плохи тут. Очень осторожно провел предыдущий раунд. Жен Дель Джексон говорит, что пора переносить огонь на нижний этаж, туловище. Жен Дель Джексон в голову, а тяжелые атаки в корпус. Ну, в общем, такая простенькая боксерская грамота, но она очень действенная. Самое забавное, что Ковалев избрал такую же манеру поведения в бою, как и Хоппинс. Спокойно? Да нет, не надо радоваться. Это был толчок. Обожатели Хоппинса всхакивают со своих мест, но, я думаю, это несколько преждевременно. Конечно, главная проблема, которую надо решить Сергею, это чистое попадание. После этого все возражения будут сняты. Вы посмотрите, насколько изворотлив Хоппинс. Казалось бы, удар достигает цели. Он расслабляет шею, убирает голову на пару сантиметров, смягчает удар. И он может терпеть атаки Сергея очень долго, выжидая своего момента для контратаки. Я думаю, что Хоппинс хорошо готовился к этому бою, потому что он прекрасно понимает, что стоять перед Ковалевым никак нельзя. Остановись хоть на мгновение и все, пиши, пропало. Потому что таких жестких бойцов, как Ковалев, сейчас на ринге поискал. Ну вот, вы слышите крики «Россия, Россия!» Мы с вами в Бордвок Холле, в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Я это, чему вам эту географию всю излагаю? Потому что сюда можно доехать и из Балтимора, и из Нью-Йорка, и из Филадельфии. И огромное количество, конечно, наших соотечественников и бывших соотечественников наверняка в этом зале. А сейчас, да, что там произошло? Да, к сожалению, этот спорт Сергея Гонг прервал. Перед этим боем было очень много всяких предположений, анализов, специалисты, знатоки, чего только не предполагали. А, в общем, большинство предполагало только одно. Сегодня Хопкин должен проиграть. Но вот пока что он держится очень даже неплохо. Сергею самое главное не повторяться. Хопкинс большой мастер уловить этот ритм в атаках. И он просто на автопилоте уворачивается от ударов, даже не глядя. Сам он большой мастер сюрприза. Вот и Сергею необходимо удивить. Обычная двойка тут не пройдет, наверное. Но вот не удается выполнить установку тренера Сергею, атаковать в туловище. Очень плотно прикрыт Хопкинс. Пока что спиной к канатам Хопкинс проводит уже который раунд. И он понял, что атаки в туловище могут принести ему успех. В таком бою, как этот, где напряжение зашкаливает, вот вопрос выносливости выходит на первый план. Причем этот вопрос перед Хопкинсом не стоит. Он никогда не уставал в боях. А вот Сергей, который тратит много сил, поскольку бьет очень мощно, вкладывается в удар, должен силы поберечь. Пока свеженький Хопкинс. Есть такое выражение в боксе, по-английски busy. Будь занятым. Вот как раз это и советует Хопкинсу сейчас в углу. Да, в зале тут полным-полно всяких селебрити, актеров, известных личностей, боксеров знаменитых. Пятый раунд. Хопкинс выманивает на себя противника. В общем-то, в принципе, Сергею ничего не остается, как атакова. Да, и ни одного удара в туловище. Ну, это вообще-то плохо. Кто там стряслось? Все вскакивают, отворачиваются от ринга. Непонятно. Такого еще не бывало, чтобы публика отворачивалась от боя во время боя. Да, к сожалению, пока что Хопкинс читает все задумки Сергея Ковалева. Он избрал такую тактику второго номера. Высматривает, выжидает. И главная задача не пропустить. Пока что ему это удается. Я уже говорил в начале о том, что Хопкинс невероятно рациональный боксер. Удары Сергея увязает в этом блоке. Хопкинс уходит, уклоняется, ускальзывает. И пока что, кроме вот того эпизода, ни одного жесткого удара плотного на цель Сергей не смог нанести. Ну, сейчас, вообще-то, уже, считайте, экватор этого боя. А так, бой не выигрывает. Я имею в виду Хопкинс. Нужно что-то делать. Вот, любит. Не умеет тебя, не умеет тебя. Выборок. 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 Градо. 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 Вообще-то, если так беспристрастно оценивать то, что происходит в ринге, Хопкинс пока что не выиграл ни одного раунда, на мой взгляд. Вот видите, трижды дал возможность провести удар справа Хопкинс, чтобы вывести из себя Сергея. Трижды он вкладывался справа и трижды не попал. Да, подергать, конечно, надо. Но действовать надо более разнообразно, мне кажется. Более непредсказуем. Да, довольно сложно запереть Хопкинса. Он очень хорошо чувствует свое положение в ринге. Ничего не делает Хопкинс пока что его задача выстоять надежды, наверное, на поздние раунды, когда он думает, что Сергей устанет и можно будет выкладывать. Совершенно фантастическое выносливость у этого бойца, которому, напоминаю, 50 лет уже. Наверное, самый старый чемпион в истории. Нет, не пробьет. Не пробьет Сергей. Вот посмотрите, как выглядит, как дышит Сергей Ковалев и как себя чувствует Хопкинс. Оно и понятно, конечно, потому что один работает, а другой нет. Эти господа в углу у Хопкинса говорят, что сейчас надо выигрывать каждый раунд. Они-то прекрасно понимают, что Хопкинс выглядел плохо, что, в общем-то, неубедителен он был пока что. Посмотрим, что будет. Седьмой раунд. Аккуратненько, очень аккуратно действует Хопкинс. Он прекрасно понимает, что в атаке он не пропустит, потому что он ее ждет. А вот если будет контрудар, когда он сам будет действовать, то риск очень велик. Пропускает Сергей. Конечно, эта тактика может принести плоды Хопкинсу, но при одном условии. если Сергей позволит себе небрежность. да, справа не проходит. Никак. В принципе, я думаю, правильно Ковалев сейчас поступил. Надо отучить Хопкинса, потому что если ему удастся вот эти нырки под мышку, клинчи, захваты, толчки, он будет продолжать. Вот так, когда на нем повисит 80 килограммов на шее, он еще подумает, стоит ли это делать. Хопкинсу. 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 Я не знаю, успеет ли. Хотя Хопкинс все может, конечно. Успеет ли комбинация, о которых ему говорят, в углу. Но вот Сергею что-то надо менять в бою. Сейчас была ответная контратака Хопкинса. Да, между прочим, восьмой раунд. Перелома в этом бою пока нет. Вот самое неприятное, то чего, в общем, ожидали в этом бою, это то, что Хопкинс понял противника. Он знает, чего от него ждать, потому что Сергей повторяется. Сергей так и сказал перед боем. Я возьму парочку уроков у профессора Хопкинса. Думаю, что да. Ему будет очень полезно. Учитывая, что, в принципе, противники все, которые после встречи с Ковалевым скучали на полу, в общем, были далеко не такого уровня, конечно. Это хорошо. Наконец-то эта двойка проскочила. Хопкинсу нужно сейчас собраться. Минута восьмого раунда. Еще бы небольшой успех не помешал сейчас. Хопкинс. Попытка атаки довольно неубедительная. Но вот расслабляться никак нельзя. Ни на секунду. Но, мне кажется, уже приучил Сергей Хопкинс к этому уклону. Вправо. Там его и надо достать. Не знаю, как вам кажется, мне сдается, что дела идут неплохо. Тут уже начинают нервничать. Ну да. Установка теснить Сергея назад. Ну вот представляете, какой удар. Высоко пришелся в голову Немножко не повезло Сергею Повезло Хопкинску Чуть бы пониже и можно было бы заканчивать Все это мероприятие Посмотрим Как Хопкинсу удастся Теснить назад Сергея Здесь нужен дубль слева Хороший, жесткий После атаки Хопкинс ждет Видит атаку справа Когда-то Хопкинс умел рубиться в средней дистанции Но здесь, наверное, слишком опасно Половина раунда прошла Совершенно односторонний характер Приобретает бой Покажка Хопкинс ничего не делает Перед боем очень многие специалисты думали Поставит ли Джексон Установку перед Ковалевым На быстрый старт И В общем Знающие люди говорили Что скорее всего нет Скорее всего Ставку на нокаут Не будет сделана Потому что Ну, в общем Это очень сложно Пробить Хопкинса На самом деле Нужно готовиться К длинному бою Ну, публика начинает гудеть Я думаю, что это в адрес Хопкинса Ну, говорили комбинации Вот вам и комбинация Только со стороны Ковалева В общем Что, что мы сейчас видим В исполнении нашего ветерана Это борьба за выживание Ну, посмотрите на лица В штабе Сергея Все довольны И давай не спеши Говорит Дэвид Джексон Разбирайся Спокойно Никакой спешки не нужно Ну, чего остается Хопкинсу Этому самому пришельцу Инопланетянину К чужому Как он любит себя называть Идти на обострение Начинается чемпионский раунд Последние три раунда Ну, это такая избитая Воксерская метафора Тем не менее В оставшиеся три раунда Все решится Потому что в последнее время Мы часто видим В составе судей Некоторых сомневающихся господ Которые иногда В выигранном бою Дают Ничью Или еще Что похуже Поражение Так что тут В общем Нельзя позволить Хопкинсу Выглядеть Хозяином положения Даже в эти В оставшиеся раунды Ну, если так разобраться Честно Совершенно Односторонний бой Мы видим Двух боксеров Один из которых Трудится Вот и лица Что называется А второй Ничего не делает Вообще-то Зная Насколько Жестко бьет Ковалев Попкинса Можно понять Его задумчивость И в некотором смысле Даже застенчивость Да Вот этого Надо опасаться Не раз Попкинс Выходил из положения Вот таким образом В проигранном раунде В проигранном бою Вдруг Внезапный Контрудар Столько его держит Копкинс Держит Знаете, когда силы на исходе Любая силовая работа Борьба Клинчи Она Столько отнимает сил Хорошо, что Гонг Вот сейчас Надо Немножко Кислороду Взять Сергею Да Надо признать Пропустил Тон Очень Неприятный Удар Два раунда Осталось Если бы я был в углу Я бы посоветовал Сергею не рисковать Он уже все сделал Для победы На мой взгляд Надо сохранить преимущество Да Да Конечно Хопкинс Может Пожаловаться Может Пожаловаться На нарушение Правил Со стороны Противник Может Притвориться Что Что-то Не так Что-то У него Там Вывихнуто Сломано За ним Это Водится Водится Сейчас Конечно Следует Ждать Подвоха Со стороны Хопкинса Потому что Он обязательно Постарается Либо Втащить В возню Такую Противника В силовую Борьбу Где Может Из-под Тяжка Ударить Поэтому Лучше Держать Его На дистанции Под контролем Минута Осталась Предпоследнего Раунда Вообще На удивление Конечно Без особой Грязи Этот бой Прошел Потому что Честно говоря Я-то Ожидал Что Ее будет Больше Особенно В те моменты Когда Хопкинс Почувствует Что Он Проигрывает Но Сергей Не дал Ему Возможности Конец Предпоследнего Раунда Запаздывает Со своими Брысками Хопкинс Ну что Неплохая Концовка Здесь По-моему Уже Все Все Поняли Бой Проигран Вчистую Только Чудо Может Спасти Хопкица От поражения Ну Или Судьи Следом Пот broken Несемнож Несемнож по моему сил у сергея еще полно ну а хопкинс ой очень неприятную историю попал хопкинс сейчас до чего не отнять у этого бойца это абсолютная хладнокровие у меня ориентироваться в самой сложной обстановке подальше бы подальше надо держаться от хопкинс да просишь надо дать говорится я думаю что отучит показывать язык ковалев хопкинса раз и навсегда минута вот хорошо бы так и отработать эту минуту хопкинс по моему такой бомбежки давно не получал бомбардировки этой вытерпеть никто не мог и не думаю что хопкинс долго продержится прекрасный финал замечательного боя но тут просто избиение потрясающие все-таки стойкости выносливость хопкинс смотрите не падает разгром да гукмекеры все-таки знают свое дело я же вам говорил что все ставили на ковалева прекрасный бой и великолепная концовка и давайте все-таки отдадим должное этому бойцу которому 50 лет вот-вот штука да сергей молодцом ничего не скажешь вот тут он нарвался на этот левый крюк и выставил а потом все вернул с лихвой сейчас такие бойцы как сергей ковалев большая редкость на мировом ринге они приносят то чего публика больше всего хочет видеть во время боя это драма ударную мощь риск вот слева от сергея эгис климас менеджер человек который очень помог сергею свое время они довольно быстро проделали этот путь от неизвестности к статусу суперзвезды хорошо когда у бойца есть преданная команда многие наши ребята которые уезжали в америку к сожалению были лишены такой поддержки вот и оскар дело хое кстати когда-то они встречались в ринге теперь они деловые партнеры друзья и работают вместе и работают вместе в ринге в ринге в ринге в ринге в ринге великолепно победа единогласное решение судей с разгромным счетом выигрывает сергей сергей ковалев сергей ковалев по кличке разрушитель я уверен друзья что вам понравилось то что вы видели на этом я хочу попрощаться с вами пожелать вам всего доброго и до новых встреч субтитры субтитры субтитры